Здравствуйте, меня зовут Гузель и я представляю проект Бриз-Арт. Вчера я представляла проект Арт-Терапия и... Ой, я все сломала. Вчера я представляла проект Арт-Терапии и сегодня я ушла от первоначального проекта и пришла к более узкой теме. Мы пришли к тому, чтобы создать условия для творческого самовыражения подростков с помощью методов Арт-Терапии. То есть я предлагаю создать в Самаре такую арт-площадку, где мы собираемся с... Целевая аудитория — это как раз подростки 14-17 лет, и с ними мы проводим регулярные занятия с рисованием в небольших группах. Мы собираемся, вот допустим сейчас на данный момент, на каких-то дружественных площадках, например, антикафе. Мы собираем группу в 5 максимум человек, 7. Вот сегодня у нас был экспериментальный такой мастер-класс, у нас было 3 человека. И на этих уроках рисования открытых мы проводим такую методику, которая берет свои способы ведения урока как раз из Арт-Терапии. Мы давали, так вот, на хакатоне я нашла очень много крутых людей и единомышленников, и Маша подарила мне сайт Бризарт, мы его немножко модифицировали, и получилось вот, что сейчас как раз на этом сайте покажем, что сделали сегодня. Сегодня мы провели такой открытый мастер-класс, открытый урок, сходили с Машей вместе в тайм-кофейню самарскую, и вот провели там такой вот мастер-класс совершенно бесплатно. Мы подошли к девочкам и предложили им порисовать. И это было все в дружественной атмосфере. Мы посидели, порисовали, девочки поделились впечатлениями, сказали, мы давали им задание по поводу нарисуй вот это, нарисуй плохую мысль, нарисуй хорошую мысль, нарисуй свою эмоцию. И вот потом это сидели, вместе анализировали, и когда разговаривали с девочками о том, что я вот им рассказала об идее такой, они сказали, что будет очень круто, если это будет. И то есть целевая аудитория, как таковая, подростки, они за то, чтобы создать вот такую арт-площадку. Так, ну на сайте можно будет там какие-то статьи. Я планирую его вести как какой-то дневник определенный, где можно будет писать статьи о том, что сделано, что планируется сделать. И опять сломалась. И в планах и перспективах развития у меня я нацелена очень серьезно заниматься темой именно арт-терапии. Я очень хочу учиться в этом направлении и получать профессиональное образование. И поэтому сейчас в краткосрочных планах у меня собрать и настроить работу команды, чтобы начать вот такую деятельность по работе с подростками, расширить работу по районам Самары, чтобы как можно больше аудиторию охватить. Это и советский, и кировский, и промышленный район, и не только исторический центр. И также создать специальные тематические группы по поводу занятий только для девочек, занятия только для мальчиков, занятия для друзей, занятия для интровертов. Также потом разработать бизнес-модель этого, чтобы этот проект вылить в долгосрочном времени в какой-то социальный бизнес. Я очень хочу сделать арт-терапевтическую студию в Самаре, привязать ее к определенному месту, чтобы это была площадка с хорошим интерьером, приятным, с грамотными специалистами, которые будут заниматься нацельно именно не то, что вот как сейчас в начале, на том, что в дружественной обстановке мы там что-то делаем, что-то там делимся, какие-то проблемки решаем. Я хочу сделать это на тот уровень, вывести на уровень психоанализа, когда работа в группах, она доходит до того уровня, что мы работаем с теми, кто к нам приходит, и мы после того, как вот посидели, порисовали, мы вместе обговариваем то, что получилось, мы решаем проблемы, которые вот здесь вот, которые, возможно, словами не получается выразить, а с помощью вот такого невербального способа мы можем увидеть эти проблемы и их решить. Спасибо. Спасибо.